И в конце, потому что не смогу одновременно контролировать и чат, и презентацию, еще и говорить к этому всему. Если кто-то будет, захочет обязательно поговорить, можете тоже начать и попросить. Я разблокирую вам микрофон, но это мы все оставим, я думаю, в конец презентации. По времени, в принципе, мы не сильно ограничены, но я думаю, что с презентацией мы попробуем ловиться в минут 40, а потом, сколько нам нужно будет, останемся на вопросы, на ответы. Смотрите, Лодзинский университет, это университет, который находится в самом центре Польши, в городе Лос, про который я сейчас тоже два слова скажу. На этом главном фото вы можете увидеть наших студентов, которые приехали из разных стран мира. Всех их знаю по имени, они сейчас на главной улице города, улице Петрковской. Это не фейковые, не стоковые фото, это не модели, которых мы сняли, но это люди, которые являются частью нашего академического общества. Это молодые люди, которые приезжают к нам получать хорошее образование и приезжают получать удовольствие от времени, проведенного во время обучения у нас. Наше участие в данном мероприятии возможно благодаря Польскому национальному агентству академического обмена, который финансирует польские университеты в рамках программы зарубежный маркетинг. Про это агентство мы тоже поговорим, так как оно может быть для вас важно в контексте будущего возможного бесплатного обучения у нас. Город Плоць. Это областной центр, который является третьим по величине городом в Польше. Когда-то до 1989 года это был очень большой индустриальный центр. Центр здесь производили разные текстильные изделия на всю центральную и восточную Европу. Но после 1989 года поменялась экономическая структура и страны, и города, и международных торговых сетей. Эти фабрики, к сожалению, позакрывались, и город в течение 30 лет работал над изменением своего имиджа, над изменением предназначения огромных зданий, которые остались после этих фабрик. Сейчас это офисные торговые центры, апартаменты, жилые здания. Очень много работы было проделано в направлении привлечения иностранных компаний к нам в город, которые здесь обосновали свои главные офисы. Про них мы тоже потом поговорим. Также город является академическим центром довольно большим, потому что кроме нашего университета здесь есть также технический университет, политехника, то есть есть медицинский, есть академия искусств, несколько частных вузов. Поэтому в Лодзе на данный момент кроме постоянного населения прибывает около 80 тысяч студентов. Это довольно много, как для польских городов. Не знаю, почему у меня перескакивает слайд обратно. Надеюсь, мы с этим справимся. Также город – это центр больших инвестиционных проектов. Находится на перекрестке автомагистрали из севера на юг, из востока на запад Польши. Находится большой железнодорожный хаб и самый большой вокзал в Польше, который построили несколько лет назад. Строятся тоже большие офисные центры, сейчас строятся первые станции подземной железнодорожной дороги, как бы метро. Это все влияет на развитие города и на студентов, которые тоже к нам приезжают. Если мы говорим про самый университет, самая главная информация такая, что университет государственный. То есть мы финансируемся почти полностью польским государством, правлением, которое дает нам средства на наше развитие. И мы, я считаю, очень умело их используем. Учится у нас почти 30 тысяч студентов, в том числе 3 тысячи студентов из-за рубежа. 13 факультетов, 160 программ. Эти факультеты, они такие традиционные для университета, как я сказал, в Лодзе также есть технический университет, есть медицинский. Этих двух направлений у нас как бы нету. Мы больше классический университет, но про это мы тоже еще поговорим. Есть у нас 10 собственных общежитий на 3,5 тысячи мест. Большинство общежитий было модернизировано на протяжении последних 10 лет. Поэтому наша инфраструктура довольно-таки приятна для будущих студентов. И очень хорошо студенты себе хвалят проживание в наших общежитиях. Но не только есть такие, конечно, которые желают излежать в частном общежитии. Таких несколько есть в нашем городе или снимать тоже квартиру в городе. Если мы говорим про место нашего университета следует других вузов. В прошлом году мы обогнали в Росстанский университет, университет Марии Сладовской-Кюри в Люблине по количеству иностранных студентов. Мы выбрались на третье место после Варшавского и Ягилонского университетов. Мы также присутствуем в международных рейтингах. Если мы говорим про рейтинги по самой Польше, то самый популярный рейтинг называется «Перспективы». В нем в зависимости от галузи образования мы занимаем пятое, шестое, иногда третье, иногда седьмое место. В среднем пятое по целой Польше. Также наши специальности получают разные международные аккредитации, которые вы можете здесь прочитать. В принципе, эта вся информация есть на наших сайтах. Мы также про нее поговорим, поэтому не буду тут долго останавливаться. Предлагаем обучение на двух основных языках. Это польский и английский язык. Если мы говорим про польский язык, это 160 программ обучения. Некоторые программы обучения проводятся совместно с нашими бизнес-партнерами, которые здесь в Луадзе имеют свои офисы. Это международные компании, как Fujitsu, как Infosys. Это большие банки, которые в Луадзе имеют свой главный офис. Это и строительные, и логистические компании. Потому что, как я сказал, мы и железнодорожный хаб, и перекресток автострад у нас в Луадзе находятся, поэтому логистическая база тоже очень хорошая. Сотрудничаем и с IT-компаниями, которые здесь присутствуют. Это и Hewlett Packard, и Comark. Есть много наших бизнес-партнеров, которые ангажируются не только в создании программ обучения, а также их менеджеры, их директора приходят в рамках программы обучения, проводят для наших студентов лекции. Также эти компании присутствуют у нас на факультетах, в других инициативах, но про это я тоже несколько позже скажу. Если мы говорим про программы на английском, у нас их около 15, как баховрата, так и магистратуры. Также некоторые студенты и польские тоже выбирают обучение на английском, потому что это как бы дополнительный бонус к диплому на рынке труда. То есть предприниматели, когда они нанимают молодых людей на работу, они смотрят уже не только на специальность, которую закончили, они смотрят и на университет, и на язык обучения, они смотрят на программы обмена, которые тоже во время обучения были. На программах на английском в большинстве, но не только, обучаются иностранные студенты, которые к нам приезжают из 95 стран мира. Это мы посчитали в прошлом году, но, как я уже сказал, третье место в Польше по количеству иностранных студентов после Варшавского университета и после Ягелонского университета в Кракове. Также в нашем университете присутствует школа польского языка для иностранцев. Это довольно специфическая форма обучения, которая длится год. Популярно она называется зарубкой. То есть это годовой подготовительный курс для обучения в Польше. Но учат на таких курсах не только языку, учат также предметов на польском языке в зависимости от будущей специальности. То есть если, не знаю, человек идет на биологию, то у него преподается биология, химия на польском языке. Если человек идет на экономику, соответственно, на математику на польском языке и так далее, и так далее. Также у школы есть специалистические курсы, которые готовят к сдаче на госсертификат на уровне C1, который дает право бесплатно обучаться в Польше. На этот сертификат довольно-таки сложно сдать, но у нас уже есть первые студенты, семь или восемь человек, которые этот сертификат получили и обучаются полностью бесплатно. Польша такую возможность ввела с 2018 года. То есть только два года такая возможность как появилась. Потому что про условия обучения еще поговорим, но получение госсертификата C1 – это одна из возможностей. Во всех государственных высших учебных заведениях Польши можно с сертификатом C1 обучаться бесплатно. Нашим студентам предлагаем также возможность международного обмена в рамках программы Erasmus+, но не только. Erasmus+, это для европейских стран. Тут у нас подписано около 800 договоров с факультетами и наших партнерских заведений по всей Европе. Но кроме этого есть стипендии в Китае, Японию, Корею, есть стипендии к балканским странам. Участвуем в международных программах, как ДАД, Жамуне, Фулбрайт, которые в Штатах проводятся. То есть этих возможностей довольно-таки много. Несколько лет подряд с 2015 года, начиная, наш университет получал первое или второе место по Польше по количеству студентов и преподавателей, административных сотрудников, которые брали участие в программах международного обмена. Программы обмена – это не только возможность поехать в какое-то классное место. Это также большой багаж опыта, который вы получаете. Это углубление знания языка, не только английского, преимущественно английского, но в некоторых странах английский, так сказать, не жалуют. Прежде всего это Франция, но так же бывает и в Испании, в Португалии, в некоторых ландах Германии. Там нужно знать их национальный язык. В Китай, если едут студенты по обмену на год, тогда первый семестр они обучаются только китайскому языку. На следующий семестр у них обучение идет на английском и частично на китайском. То есть кроме обучения языков и опыта знаний, также это междукультурные разные навыки, потому что общаетесь с такими же молодыми людьми из-за рубежа, которые приехали в такое же неизвестное для них место. Также это дает дополнительные бонусы во время путешествий, потому что получаете друзей, у которых можно бесплатно ночевать, не надо платить за отель, но есть очень существенное преимущество на рынке труда. Например, в Лодзе есть некоторые компании, которые, принимая молодых людей на работу, раскладывают их, кризисуме, на две части. Первая часть – это люди, которые были на программах обмена, и вторые, которые не были. И вы сами должны понимать тоже, кому отдается преимущество во время выбора кандидатов. Пойдем дальше. Польское национальное агентство академического обмена – это тоже, это как бы общепольская институция, которая занимается обменом не только студентов из-за рубежа, которые приезжают в Польшу, но также студентов, преподавателей, которые едут за границу, чтобы получать знания, получать опыт. Также национальное агентство предлагает некоторые стипендии на обучение в Польше. Для граждан Украины доступны на данный момент на магистерские программы, программа имени Банаха. Если у кого-то есть польские корни, карта поляка, или польские корни, неподтвержденные карты, возможно подаваться на стипендиальную программу для Полонии. Но это предложение у них тоже меняется сильно, надо проверять, какие есть возможности. Недавно для студентов тоже из Восточной Европы, из Центральной Азии объявили набор на программу «Полонист», где студенты обучаются не только своей специальности, но и польскому языку на протяжении обмена в Польше. То есть это может быть как бы и предложение на какой-то период времени, период обучения на семестр или на год, или же стипендия на полное обучение на БКВРАТ или на магистратуру. Все подробности можете найти на их сайте, который здесь указан, navagov.pl. Так что я очень рад слышать, если студенты, которые с нами где-то разговаривают, они дополнительно ищут стипендиальные возможности, чтобы обучаться не только бесплатно, но еще получать какую-то сумму денег в месяц для каждого студента. Это в принципе очень весомый аргумент. Поступление в наш университет. Прежде всего, все проходит онлайн до момента, как студент приезжает в наш вуз. Кроме регистрации на сайте, которая длится с мая по июль до половины июля, необходимо подать документы тоже через эту систему в отсканированной форме. Это есть заявления, это все документы об образовании, которые должным образом должны быть залегализованы, то есть у них проставленный апостиль, должны быть переведены. Но это в принципе как во всех университетах. Требуем от кандидатов на обучение мотивационное письмо. Оно нерешающее, но может иметь существенное влияние в случае недобора баллов, например. Тогда комиссия берет во внимание дополнительной активности, как, например, участие в олимпиадах, в школьных кружках, какие-то тоже школьные программы обмена, знания языков и так далее, и так далее. Также требуем от всех кандидатов уже на этапе поступления знания языка обучения, то есть или польского, или английского, на уровне B2. Если мы говорим про сертификат знания польского, это может быть сертификат из частной языковой школы, из курсов при польской организации, полученной за рубежом, полученной в Польше. Если мы говорим про сертификат английского, то у нас есть определенный список сертификатов, которые мы принимаем. Самые популярные – это сертификаты IELTS, TEFL, FCE. Все должны быть на уровне B2, то есть для IELTS это 6 баллов минимум, для TEFL это минимум 87 баллов. Регистрация довольно-таки простая, потому что система интуитивно ведет с кандидата через систему. Также, кроме того, что система довольно-таки интуитивна, есть возможность в этой системе общаться с помощью сообщений с сотрудником, который занимается непосредственно вашей заявкой на обучение. Макс, я вижу у вас вопрос, но, как я уже сказал, вопросы оставим на конец нашей встречи, обязательно на него отвечу. Почему именно Лодзинский университет? Как я сказал, уже мы на третьем месте в Польше находимся по количеству иностранных студентов, это и атмосфера студенческая, соответственно. Также по Польше мы не дальше 8-9 место в зависимости от сферы науки. Если мы говорим про цены на обучение, у нас есть две возможности, платно-бесплатно. Если мы говорим про бесплатное обучение, несколько вариантов есть. Это сертификация 1, как я уже говорил, это карта поляка, это стипендиальные программы польского национального агентства академического обмена. Также несколько других, как постоянный вид на жительство в Польше или карта резидента Европейского союза. Но, в принципе, эти два последних документа довольно сложно получить. Если мы говорим про платное обучение, то оно стоит от 2 до 3 тысяч евро за один учебный год. Несколько лет подряд у нас были скидки для граждан стран бывшего СССР. Эта скидка продлена и на этот год, и она составляет 50%. Это довольно весомый аргумент. Если начинает человек обучаться со скидкой, тогда эта скидка длится до конца программы обучения. То есть на 3 года бакалаврата и на 2 года магистратуры она действует. Кроме оплаты за обучение в год, есть административный взнос, составляющий 120 евро, который оплачиваете в начале, перед рассмотрением документов. Если мы говорим про стоимость проживания, в Лодзи эта стоимость проживания несколько ниже, чем в других городах. Варшава, сами понимаете, столица. Я думаю, Киев от даже Львова или Одессы сильно отличаются ценами. Мы не туристический город, как Краков или Врослав. Конечно, есть у нас что посмотреть, но в Лодзи основном люди работают, поэтому цены так искусственно не повышены под туристов, как это, например, в городах, где туристов больше, чем у нас. Мы считаем, что на студенческий бюджет необходимо около 300 евро в месяц, чтобы в Лодзи прожить, если проживать в общежитии. Если квартира, это, соответственно, несколько дороже. Ну, конечно, есть студенты, которые и за 250 евро проживут в месяц. Есть студенты, которым и 500 будет мало. Это все личное. Мы считаем, что 300 евро, это как бы достаточно, если проживать, конечно, в общежитии и не шиковать. Еще, так как я уже сказал, наш университет государственный. Наши дипломы признаются во всех странах Европейского Союза, признаются также в Украине на основании международного договора между Польшей и Украиной о взаимном признании дипломов. Большинство специальностей, это не касается только медицинских специальностей и инженерских. Это вот, в принципе, по обучению, по условиям. Все, я думаю, у вас еще будут дополнительные вопросы. Что еще мы предлагаем? В нашем университете есть отличный отдел трудоустройства. Как я уже перечислял, есть у нас компании, которые с нами сотрудничают, эти компании приходят, эти компании приходят к нам на выставки, которые мы организовываем два раза в год. Сейчас, конечно, из-за коронавируса они все проходили онлайн, но студент может поговорить с сотрудником отдела кадр компании, спросить, какие требования к будущим сотрудникам, может даже оставить свое резюме. наш отдел трудоустройства поддерживает студентов, проводя для них индивидуальный цикл встреч, которые подготавливают будущих студентов к работе, к поиску даже работы. Кроме, естественно, таких традиционных практик, как предложения какие-то на работу, вакансии, также отдел трудоустройства принимает участие в поиске практики и стажировок для студентов. Все больше эти практики и стажировки платные, это не какие-то там большие суммы, но, в принципе, для студенческого бюджета, даже если в месяц, два дня в неделю ходит студент на стажировку и получает за это, допустим, 500 злотых, это довольно-таки для студента много, учитывая, что стоимость проживания в Лодзе, как я сказал, около 300 евро. Дальше. Также хочу вас заверить, что мы всецело поддерживаем наших гостей, вне зависимости от того, приедете вы с маленького села Подлодзио, с Украины, с Нью-Йорка или откуда-то либо. То есть, наша администрация довольно-таки приветливая ко всем студентам, ко всем сотрудникам, которые приезжают к нам из-за рубежа, потому что таких тоже у нас есть довольно во все большем количестве. То есть, вы должны понимать, что администрация университета, она работает для клиентов университета. Это не так, что... Даже когда я обучался еще, я помню, что всегда визит в деканат, это было связано со стрессом, примут, не примут, правильно я заполнил заявление или нет, не исключат ли меня за то и за то, нет, такого нету. Администрация, она полностью помогает, говорит, что, где, когда. Дополнительно мы, конечно, предоставляем всем студентам, путеводители, там вся информация подробно расписана, мы их предоставляем до приезда на обучение. Это довольно-таки длинные документы, которые необходимо прочитать, но прочитав его один или два раза, студент понимает, в принципе, пожаговую инструкцию. Еще 10 лет назад студент ходил от одного офиса к другому, это тоже, конечно, все поменялось, сейчас все централизовано, подаете документы в одном месте, потом на протяжении всего обучения есть определенный кабинет на факультете, где принимаются все дела в независимости административной, например, получить студенческий билет или оставить заявление к декану, чтобы декан как-то прислушался к вам. Кроме того, что администрация поддерживает всецело наших гостей, у нас есть программа менторинга, это студенты-волонтеры, которые помогают новоприбывшим не только разузнать, что в университете происходит или показать, где находится данный факультет. Также часто волонтеры-менторы становятся друзьями, показывают город, иногда вечером выпьют пиво в ресторане, а также остаются друзьями после окончания обучения на многие-многие годы, потому что программа ментор привлекает все больше молодых людей. И благодаря вот этой даже такой непосредственной помощи люди становятся ближе. Дальше. Еще поговорим про инфраструктуру. Здесь на фотографии можете увидеть здание библиотеки. Это одна из самых современных библиотек в Польше. Думаю, сравниться может только с Варшавским университетом на данный момент. Наш университет в принципе сконцентрирован в одной части города, это северная часть центра. Есть три факультета, которые отдаленные, но не более чем на 20 минут пешком от главного кампуса. Мы стремимся к тому, чтобы наш университет был кампусного типа, как в Германии или в Соединенных Штатах. Это как бы длинный процесс, но все больше наших зданий концентрируется вокруг главной оси. Если мы говорим про общежитие, то до самого отдаленного факультета 20 минут пешком. Это, я считаю, довольно приветливое довольно приветливо, не надо никуда ехать, за город, трамваем, автобусом, еще как. В наших общежитиях в оплату включен интернет, включены все коммунальные услуги, то есть после оплаты за месяц в принципе студент уже не волнуется ничем дополнительно. Стоимость проживания в общежитии это 80 до 110 евро в месяц в зависимости от стандарта общежития. Есть одно только общежитие, где три человека в комнате, остальные уже повышен стандарт до двух человек в комнате. В общежитиях есть стиральные помещения, где стоит ряд стиралок, сушилок для студентов. Есть комнаты для... Это называется комнаты тихого обучения, где можно прийти, взять ключ, чтобы сосед по комнате или соседи за стеной не мешали, и открыть себе книжку, почитать. Есть иногда тренажерный зал, иногда телевизионный зал, то есть вся инфраструктура полностью доступна студентам. Кроме того, есть спортивный центр, каждый студент обязан пройти физкультуру на протяжении обучения вне зависимости от магистра или бакалавра. Но это не выглядит так, что студентов выводят на стадион, и они бегают или прыгают через козлы. Студент каждый выбирает спортивную дисциплину. Волейбол, футбол, тренажерный зал, фитнес, пилатес, предложение довольно-таки широкое. Даже если есть студенты с ограниченными возможностями, предлагается спортивная секция шахмата или спортивного бриджа, то есть игра в карты. В принципе, по инфраструктуре тоже, думаю, это будет все. Покажу вам несколько фотографий. Так выглядит стадион университета. Кроме того, что каждый студент проходит физкультуру, есть спортивная команда, которая берет участие в студенческих соревнованиях, ездит в разные города, Польша. Также спортивная активность дает плюсы к стипендии научной, которые возможно получить для всех студентов, начиная со второго курса. Это стипендия небольшая, от 400 до 800 злотых в зависимости от степени, но тоже, как бы, каждая сумма в студенческий бюджет считается на плюс. То есть не только обучение, но еще и активность спортивная. Кроме спортивной активности учитывается активность в научных кружках, какие-то... участие в программе МЕНТОР, участие в мероприятиях для факультетов, для специальностей. Оснащен хорошо университет компьютерами. В основном компьютерной науке это факультет физики прикладной информатики, факультет математики информатики, но на всех других факультетах тоже будут занятия с информатики, на некоторых специальностях будет довольно много такие работы с компьютером, например, на логистике, где все идет в программах компьютерных, на геоинформации, где идет проектирование карта ROG, на информатике эконометрии, где работа идет с базами данных, но это экономическая специальность, то есть это все полностью предоставляется на факультете, есть возможность получить место компьютерное также в библиотеке Уладзинского университета. Времена, конечно, такие, что у каждого есть свой собственный компьютер, какой-то ноутбук или хороший планшет. Это, в принципе, тоже плюс, потому что очень много индивидуальной работы студента во время обучения, не только то, что происходит в классе, но и самостоятельные поиски информации, самостоятельная работа, подготовка презентации, каких-то докладов, это все тоже делается сейчас в электронном виде. Наши студенты с зарубежа приглашаются к мероприятиям, которые знакомят их с польской культурой, с польскими традициями. Это, к примеру, фотография с обеда для иностранных студентов, пасхального, где традиционные пасхальные блюда поддаются. Такое же мероприятие проходит на Рождество. В этом году из-за ковида все студенты, никто не мог участвовать в таком обеде, но все студенты получили обед в общежитии традиционные, рождественские. Также проводятся студенческие фестивали, но не только. Лось имеет довольно-таки широкое предложение культурное. Это фестивали, связанные прежде всего с кинематографией, потому что после Второй мировой войны Лось стала польским кинематографическим центром. Например, эта фотография из Ювеналиев. Это студенческий фестиваль, который проходит раз в году, который проходит у нас на кампусе. Между студенческими общежитиями есть большая такая площадь, как вы видите, где проходят концерты с самыми известными польскими артистами. Для наших студентов, которые к нам приезжают, готовим мини-сувениры, в самом начале проводятся приветственные встречи. где мы объясняем, что, где, когда, кроме того, что мы высылаем путеводителей и объясняем. Здесь фотография, например, уже называется это на польском гале абсолвентов. Это немного как выпускной, но вы видите, все уже в этих бакалаврских, магистрских шапках, таких традиционных для академического общества. Общество вручают деканы, дипломы своим студентам, на верхних рядах могут сесть, родители, друзья, знакомые. Я участвовал в такой процедуре, это довольно-таки приятно уже получить диплом из рук декана, и когда родные сидят в зале и тоже радуются за студента. Эта фотография недавняя нас засыпала снегом. Факультет права администрации, то есть юридически популярна факультет на данной фотографии. Мы присутствуем в Фейсбуке, у нас более 10 тысяч подписчиков, вы можете на нас подписаться, в принципе, каждый день, каждый второй день мы говорим, что клевого, хорошего, интересного мы сделали для наших иностранных студентов, что мы делаем за рубежом. Довольно хорошее средство информации, я так считаю. В принципе, с моей стороны это все. У меня есть еще в запасе несколько слайдов, но если вы будете хотеть, мы это оставим на конец нашей встречи. Думаю, можем перейти к вопросам. Если кто-то хочет задать свой вопрос, поговорить, скажите, я попробую вам включить микрофон. Буду идти по очереди. Макс спрашивает, сертификат обязательный или есть форма собеседования по знанию языка? Сертификат обязательный, на уровне B2, но кроме сертификата, дополнительно два факультета наших проводят собеседование. Это факультет менеджмента и это факультет филологии. Факультет филологии проверяет знания языка польского плюс знания языка, на котором хотите обучаться. То есть, если это немецкая филология, немецкая, испанская филология, испанская, есть возможность обучения с нуля, но тогда, конечно, проверяют какие-то основные знания. Факультет менеджмента проводит так называемый assignment test, то есть клиент должен подготовить работу на заданную тему и потом эту работу с комиссией проходит. Студент объясняет, почему он считает так, а не по-другому. Это дополнительная проверка мотивации кандидата к обучению. Влад спрашивает, 120 евро регистрационный сбор независимости примут или нет? Да, этот сбор в независимости примут или нет. В рамках этого сбора можете податься до трех специальностей. То есть, если на одной вас не примут, это может быть возможно на второй или на третий. Тарас спрашивает, какая стоимость общежития. Я, по-моему, сказал, это 80 до 110 евро в месяц в зависимости от стандарта общежития. К сожалению, нет возможности выбора общежития в самом начале, то есть первокурсники получают модное сейчас такое слово рандом, но это общежитие. Со второго курса есть возможность общежития выбрать. Есть ли обеспеч... Ага, тоже Тарас спрашивает. Все ли обеспечиваются местами в общежитии? Тарас, 95%. Почему так? Мы понимаем, что иностранным студентам несколько сложнее, особенно в первые месяцы пребывания здесь, потому что, кроме того, что надо общаться на другом языке, чем родной, это также акклиматизация к местным правилам. Кроме того, большинство кандидатов из Украины, из других стран Восточной Европы, но не только, нету 18, если они поступают на бакалаврат. Поэтому до 18 лет человек в Польше не имеет права даже подписать договор на квартиру, поэтому мы, да, предоставляем это место. В 5%, которые не получают места, в общежитии попадают те, которые подал заявление на общежитие, или очень поздно, или слишком поздно. Если все делать вовремя, получение места в общежитии не должно быть для никого проблемой. Анна спрашивает, какие три факультета отдалены от основного кампуса, как я понимаю. Это факультет экономики и социологии, это факультет педагогических наук, это факультет международных отношений. Они создают такой мини-кампус ближе к центру города, не в северной его части, но они тоже находятся рядом друг с другом. Ирина. Как проходят вступительные экзамены факультет химии для иностранцев? Вступительных экзаменов у нас нет, кроме собеседований, которые я уже перечислил. Поступление проходит на основании аттестата. Там было написано в перечне документов, что требуется аттестат с апостилем, переведенный. В нашем университете не требуется ЗНО, ЕНТ, ЕНГ или другие формы внутри странных экзаменов. Потому что эти формы, мы считаем, котируются только для украинских, российских, казахстанских, соответственно, университетов. Мы принимаем студентов на основании аттестата. Уже несколько лет ЗНО вписывается в аттестат, в эти, Пицумкови они, по-моему, называются. И, конечно, мы принимаем их во внимание. Принимаем во внимание, прежде всего, профильные предметы. То есть, мы не смотрим на весь аттестат. Если человек идет на биологию, мы не смотрим на оценку по истории, не принимаем средний балл во внимании вообще. Если человек идет на биологию, смотрим на биологию, химию, физику, астрономию, английский язык. Если человек идет на экономику, это математика, информатика. Если идет на логистику, конечно, география. То есть, в зависимости от специальности есть определенные предметы, на которые мы смотрим, по которым высчитываются баллы для поступления. Сколько стоит обучение на английском языке, спрашивает Тарас? Стоит так же, как на польском, от 2 до 3 тысяч евро с скидкой. Почему? Потому что мы считаем, что качество образования не зависит от языка преподавания. Конечно, у нас есть внутренние алгоритмы, где мы за обучение на английском языке платим преподавателям. Несколько больше, но это уже внутренне университетская ценовая политика. Для студента цена не отличается в зависимости от языка обучения. Какой конкурс среди абитуриентов на одно место? Какой факультет самый популярный? Как вы правильно заметили, в зависимости от факультета, даже больше скажу, от специальности. На каждой специальности есть лимит студентов, которые будут зачислены, вне зависимости, это местный, польский студент или студент из-за рубежа. Самый популярный у нас английская филология, это психология, это менеджмент, там бывает по 6-7 человек на место. Есть средние специальности, как, не знаю, информатика, как экономика, там бывает 2-3 человека на место. Есть специальности, конечно, которые менее популярны, там бывает количество кандидатов на место, они доходят до одного. Не знаю, история, география, конечно, понимаю, что сейчас не каждый хочет обучаться на такой специальности, но есть возможность поступить на специальность даже без конкурса. Анна спрашивает, какой процент соотношения поляков и иностранцев в группе? Это тоже очень зависит от специальности. Если вы идете на обучение на английском, там 90% студентов будут иностранцы. Если вы идете на какую-то популярную специальность на польском, как я перечислил, не знаю, например, психология, менеджмент, думаю, там будет около 20-30% иностранцев. На специальностях поменьше это может быть 5%, может быть так, что нет ни одного иностранца на данной специальности, например, по-моему, на этнологии нет ни одного иностранца. То есть это тоже все очень индивидуально. Виктор, можно ли пересдавать отдельные предметы, перейдя в новый семестр? Смотрите, первая сессия – это такой тест студента. Если вы пройдете первую сессию, то очень большая вероятность, что через несколько лет вы получите диплом. Если первая сессия завалена, есть в Польше баллы СТС, я знаю, в Украине их тоже несколько лет назад ввели. Это европейская система аккумуляции пунктов. С каждым семестром можно получить 30 баллов. И в зависимости от правил факультета можно пересдавать только некоторое количество баллов. Например, 6. Если предмет стоит 8 баллов, тогда его пересдавать нельзя. Может быть, лимит, например, 12 баллов, и один предмет стоит 2, второй – 10. Вы вмещаетесь в лимит, пересдаете два предмета. Есть возможность пересдать. Очень сложно попасть на пересдачу на первом семестре или первом курсе. На старших семестрах уже легче. Каждая пересдача проходит на следующий семестр. И эта пересдача платная. Она стоит 500 или 600 злотых в зависимости от факультета. Это кроме лимита пересдач, который согласно правилам дается. То есть каждый экзамен можно пересдать только лишь один раз. То есть есть обычная сессия, которой даты определены. И есть сессия для пересдачи, которая проходит через 2 недели. Один раз только можно пересдать бесплатно. Следующая пересдача – это уже платно. И это повторение предмета, если вы помещаетесь в этот узкой лимит пунктов для данного предмета. Наташа. Есть ли что-то вроде открытых дверей во вне времени карантина, конечно? У нас в апреле каждый год проходил такой фестиваль науки, техники и искусства, где наш университет принимал активное участие. К сожалению, в прошлом году и в этом, скорее всего, тоже, я больше, чем уверен даже, этого фестиваля не будет. Но в рамках этого фестиваля студенты, не студенты, абитуриенты, школьники приходят к нам на лекции, приходят на наши факультеты, им все показывают, рассказывают. Есть что-то наподобие, называется фестиваль науки, техники и искусства. В нем участвует университет, участвует политехника, участвует медицинский университет и академия искусства. В зависимости, что вас интересует, можете из предложения фестиваля выбрать. Урена спрашивает, когда начинается учебный год? Учебный год начинается 1 октября, длится до 30 июня. Сессия проходит конец, первая сессия проходит конец января, начало февраля, потом в конце февраля есть сессия для пересдач. Вторая сессия проходит во второй половине июня, а поправочная сессия для пересдачи, она проходит во второй половине сентября перед началом учебного года. Примерно каждый год, в зависимости от дней недели, плюс-минус даты также, учебный год стабильно начинается 1 октября, ну или 2-3, если выпадает на субботу-воскресенье. Татьяна спрашивает, можно ли подать документы на поступление заранее, пока к учению школы добавить к ним аттестат баллы ЗНО? Нет, Татьяна, такой возможности нету, потому что мы эти документы не рассмотрим. Мы принимаем заявление полностью от студента и принимаем решение, зачисляют или не зачисляют. И это решение вы получаете в течение двух недель от момента подачи документов. Я знаю, на Украине есть много рекрутационных агентств, которые на сайтах пишут 100% поступления. Хочу вас заверить, что такого ничего нету, по крайней мере в государственных вузах. Поступление зависит лишь от подачи документов в определенный срок, когда идет вступительная кампания, и зависит от результата данного студента, от количества человек на место. У нас дополнительные баллы может дать хорошо написанное мотивационное письмо. Матфей, скажите, в какое время происходит сессия? Если вы спрашиваете по датам, я уже сказал, январь-февраль, июнь-сентябрь поправочная. Если имеете в виду время дня, тогда это зависит от преподавателя, потому что преподаватель дает время экзамена. Есть правило, что преподаватели на данной специальности согласовывают между собой свои экзамены, и в один день, может быть, не больше одного экзамена. Анна, есть степень, диплом в области лингвистикой, могу ли я подать заявку на обучение в магистратуре в области управления? А вы посоветуете, это будет слишком сложно. Вы бы посоветовали в этом случае бакалавра или магистра. Анна, смотрите, у нас есть предложение для таких людей, как вы, называется управление для неэкономистов, то есть все желающие, которые желают научиться менеджменту, а не имея управленческих, экономических предметов за собой, на бакалаврате могут поступить на специальность управления для неэкономистов, на магистратуре в ускоренном темпе обучают этому всему с нуля. Да, есть такая возможность. Если по профессии я лингвист, нужно ли мне сдавать тест по английскому? Нет, не нужно. Получение диплома филологии по какому-то определенному языку освобождает от подачи сертификата. Алексей спрашивает, какие проблемы возникают при поступлении из-за карантина? Ну, смотрите, в прошлом году мы не думали, что так долго будет длиться все, все, что связанное с COVID-19, но случилось, как случилось. В некоторых странах продлевали школьные экзамены, выдачу аттестатов и так далее. Мы пошли поступающим на встречу для всех поступающих, передвинули сроки поступления с мая и июля, передвинули на июнь, половину августа, чтобы все желающие успели. Передвинули начало академического года с 1 октября на 19 октября, чтобы тоже все успели приехать. В принципе, в этом году, я думаю, все уже привыкли в ситуации, не должно быть такого, если все-таки некоторые страны не организовались. Я думаю, мы будем тоже приспосабливаться, потому что мы понимаем тоже ситуацию и за рубежом, и мы к этому прислушиваемся. Из-за проблем, смотрите, для студентов, в принципе, нет таких проблем, потому что все студенты, которые въезжают в Польшу, вне зависимости от транспорта, автобус, машина, пеший переход, самолет, освобождены от обязательного карантина. То есть студенты и несколько других категорий иностранных граждан, они полностью освобождены от карантина. В этом плане проблем быть не должно. Что еще может быть проблемой? Ну, как я уже сказал, в принципе, сейчас каждый студент имеет собственный ноутбук, собственный хороший планшет. Во время карантина это особенно важно, потому что большинство лекций до сих пор проходит онлайн, только некоторые практические занятия в очень больших аудиториях с социальной дистанцией, в масках. Но хороший компьютер во время карантина – это обязательный пункт, я считаю. Если еще что-то я не сказал, а вас интересует Алексей, напишите на чате. Анна, я имела в виду факультет менеджмента. Это если мы говорили про лингвистику, то я уже, наверное, ответил, что у нас есть специальность менеджмент для неэкономистов. Если все же вас не удовлетворяет, напишите еще подробнее. Влад спрашивает. Студент может подрабатывать во время учебы, остается для этого время? Влад, абсолютно не стоит работать на первом курсе. Как я сказал, первая сессия – это тест студента, она самая сложная, первый год самый сложный, и я считаю, что у студента, который учится, не должно быть на первом курсе времени работать. Да, юридически это возможно, каждый студент, который имеет польскую национальную визу или вид на жительство, имеет право работать без временных ограничений, но абсолютно я не рекомендую делать это на первом курсе. Со второго, с третьего курса, да, большинство студентов уже начинают частично, по крайней мере, работать, но на первом не советую. Обычно это заканчивается отчислением после первой или второй сессии, потому что преимущество отдается работе, потому что за это вы получаете деньги, вы принимаете на себя обязательства перед работодателем. Иван, расскажите больше о зарубке. Зарубке, я так понимаю, зарубке вы хотели спросить. Когда начинается учеба, сколько стоит, сколько урока в день, надо ли ребенку опекун и на это время, во время карантина учеба проходит онлайн или на зарубке? Зарубка – это, то есть, от зера нулевой курс, не зарубка, только зарубка. Смотрите, зарубка стоит 3000 евро за год обучения, в рамках этого вы получаете 650 часов обучения польскому языку и предметов на польском. Занятия проходят, в принципе, как в университете, с 8 до 2 до 3 проходят обычные пары. В рамках занятий студенты тоже, бывают, ходят на лекции на определенные специальности, чтобы послушать, как это выглядит. На данный момент проходит обучение только по онлайну. Я очень лично бы хотел, чтобы все это скорее закончилось. В принципе, в Польше уже доступна вакцина, и начались записи академических сотрудников на вакцинацию. Я думаю, что эта вакцинация пройдет в марте-апреле и с нового учебного года все уже вернутся в аудитории. Это уже почти случилось на медицинских университетах, потому что сотрудники медицинских университетов были включены в нулевую группу, где вакцинация прошла в первую очередь, и 90% сотрудников медицинских университетов уже провакцинированы. На очереди сотрудники других высших учебных заведений. Думаю, мы уже вернемся в нормальное русло с 1 октября этого года, следующего академического года. Тарас, какие факультеты предлагают обучение на английском? Это экономика, это менеджмент, это факультет математики-информатики, это факультет международных отношений. По программам, смотрите, это экономикс, это менеджмент, эндфайнанс, бизнес-менеджмент, интернашнол-политикал-стадийс, интернашнол-маркетинг, компьютер-сайенс. Это, в принципе, самые популярные, я перечислил. Мог что-то забыть, но у меня уже, простите, этих программ довольно много. Добромир спрашивает. 50% скидка для граждан всех стран бывшего СССР? Да, всех, кроме Литвы, Латвии и Эстонии, потому что они обучаются как граждане ЕС на других правилах. Как я сказал, скидка действует на всю программу обучения, 3 года бакалаврата или 2 года магистра. Безопасный ли город Лотц? Вопрос несколько, я считаю, некорректен, потому что в любом городе есть или улицы, и районы, куда лучше не ходить. Я думаю, везде уровень преступности тоже одинаков, везде могут украсть кошелек. В принципе, город ничем не отличается по безопасности от других польских или европейских городов. Проблем с безопасностью у нас, как таковых, нет. Я думаю, больше сейчас полиция занимается, чем преступностью. Это этими автомобильными происшествиями, то есть авариями. То есть проблем с безопасностью, как таковых, нет. Конечно, надо смотреть за кошельком, как везде, но это обычные меры предосторожности. Как решаются конфликтные вопросы, что могут возникнуть в общежитиях? Конфликтные вопросы. Даже не знаю, чего может касаться конфликт, но если у вас проблемы с соседом, вы можете просто пойти к руководителю общежития, попросить другую комнату. Это самое простое решение проблемы. То есть не надо никаких заявлений писать, просто объясняйте, что не сжились, да. Дайте мне другую комнату другого человека, переезжайте, может, даже на том же этаже общежитии. Как поляки относятся к украинцам, Анна спрашивает. В принципе, вопрос из-за заряда тоже, как безопасность, как украинцы относятся к полякам. Везде есть люди, везде есть люди, у которых моральная какая-то ответственность несколько ниже. Я считаю, что никаких проблем нет. На данный момент, насколько мне известно, в Польше находится около 1 миллиона 200 тысяч украинцев. С того 150 тысяч человек в Лодзинском воеводстве и около 100 тысяч, не полных 100 тысяч в Лодзе, в самом городе Лодзе. То есть не присутствует никаких конфликтов межнациональных, нет. Ирина спрашивает. Как проходит поддача документов на взрывку? У них нет электронной системы. Подаете документы через e-mail, получаете пригласительное письмо с информацией, что стоит сделать. Пакет документов такой же, как для поступления в университет, без сертификата, естественно. То есть аттестат с апостилем, переведенный, оплата заявления. Еще вопросы какие-то есть? Может, кто-то хочет поговорить? Включу микрофон. Вопросов, смотрю, больше нет. Давайте я тогда, поскольку у нас еще есть немного времени, пробежусь по слайдам, которые я оставил на конец, вне основной презентации. Может, тоже у вас возникнут вопросы. Ну, слайд про Польшу, в принципе. Ну, как вы знаете, мы стали членами ЕС в 2004 году. Валюта у нас злотой, которая котируется сейчас примерно 1 к 7. 7 гривен – это 1 злотой. Главные города – это Варшава, Краков, Лоць, Познань. Как я сказал, Лоць, она несколько дешевле, чем другие города. Польша – почти 400 вузов, из чего 250 частных. Остальные – государственные. Лозинский университет – это государственный вуз, что тоже котируется больше на рынке труда, я считаю. Конечно, есть хорошие частные университеты, но работодатель, принимая молодого специалиста на работу, скорее смотрит, в первую очередь, частный, государственный. Если частный, то какого уровня этот частный? Ну, придает имущество государственному. Что еще? Вот, на фотографии вы можете увидеть наш вокзал, про который я говорил, который, на данный момент, самый большой вокзал в Польше. Он мультимодальный, то есть железнодорожный и автобусный. Находится тоже в самом центре города. Несколько кварталов были отселены, чтобы построить вот это здание. Еще про город Лодзи, в принципе, я думаю, я много довольно рассказал. Кроме города, у нас еще есть агломерация. Это несколько городов по 50-60 тысяч человек, как Побяниц, Стреку, Взгеш. Эти люди тоже приезжают сюда, в город, работать, учиться. Какой-то центр у них тут личных интересов. Поэтому считается тоже, что вместе с агломерацией у города Лодзи более миллиона жителей. Сама Лось – это около 700 тысяч. Вместе с агломерацией это будет более миллиона. Награда аккредитации. Тоже я вам говорил, в принципе, какое место занимает Лодзинский университет, следует других вузов в Польше. Ну, можете здесь прочитать, я уже сказал, что мы несколько лет получали награду мобильности по количеству иностранных, по количеству студентов и сотрудников, которые едут по обмену. Мы также приветливы студентам, которые являются родителем. Наш диплом довольно-таки хорошо котируется в Польше. Есть такое исследование экономические судьбы выпускников. Вы можете это легко найти в интернете и по статистике посмотреть, где работают абитуриенты какого университета. По факультетам здесь вы можете посмотреть список. На каждом факультете есть специальности, на специальностях могут быть дополнительно специализации. То есть, например, на факультете математики и информатики есть специальность информатика, на специальности информатика есть специализация, Это, не знаю, программирование компьютерных игр, анализ данных или администрирование сетями. То есть, к примеру, я так говорю. Сертификация 1, как я уже говорил, дает право бесплатно обучаться в Лодзе. В Польше в государственных университетах, Лодзинский университет имеет право проводить такой экзамен. Я знаю даже, что есть в Украине несколько мест, где этот сертификат можно сдать. Как я сказал, это довольно сложный экзамен. Но, возможно, стоит заинвестировать в обучение языка и, например, один год поучиться языку, чтобы потом поучаться бесплатно. Это тоже как бы финансово должно вам все сойтись. А, что я не сказал? Смотрите, по поводу стипендий. Если человек обучается бесплатно на основании карты поляка, сертификата C1, он имеет право подаваться на социальную стипендию со второго курса на ректорскую. Социальная стипендия – это в зависимости от дохода на человека в семье. Все студенты, вне зависимости, платно, бесплатно имеют право подаваться со второго курса на ректорскую стипендию. Учитываются оценки, учитывается научная и спортивная активность для университета. Стипендии. Я бы не сказал, что они большие, но стипендии она не должна финансировать. Это я вам говорю сейчас как министерство, считаю, не должна финансировать полностью студента. Она должна помочь студенту легче жить. Это тоже про школу польского языка. Я тоже, в принципе, все рассказал. В принципе, это должно было быть все с моей стороны. Я смотрю, еще несколько дополнительных вопросов в чате появилось. Появилось. Подскажите, как сейчас в условиях карантина работают программы Erasmus? Павло спрашивает. Программа Erasmus и другие программы обмена тоже работают онлайн, но мы в нашем университете, не все так сделали вузы, но в Лозенском университете мы требуем, чтобы студент приехал к нам, у нас проживал. Почему? Потому что мы считаем, что программа Erasmus и другие программы обмена – это не только обучение. Это также, как я уже говорил, международный опыт, багаж, который вы принимаете из этой страны и везете потом после обмена в свою. В других университетах сделали полностью онлайн, то есть студент не должен приезжать. У нас это так не работает. Тоже наши студенты, которые едут по обмену, мы требуем, чтобы они физически поехали в данную страну. Конечно, из-за карантина уменьшилось количество людей, которые на обмен поехали, но я думаю, это временные трудности, и будем из этого состояния выходить. Дарья спрашивает. Можно ли работать в Польше после учебы? Дается время для трудоустройства? Да. Дарья, смотрите, после окончания польского государственного вуза не требуется разрешение на работу. То есть, если обычный человек приезжает из-за рубежа и хочет трудоустроиться, он должен податься на разрешение. Студент и выпускник государственного университета такого разрешения не нужно. дается также 12 месяцев после окончания обучения на поиск работы. Есть такой специальный вид, вида на жительство, на поиск работы. Он длится год, но я скажу из опыта, что большинство студентов этим не пользуются. И уже на последних курсах находят работу сначала временную, и потом их принимают туда на постоянно. Анна спрашивает. Очень сложно учиться в университете. Сложно ли? Тоже вопрос сложный, потому что это и зависит от специальности, это зависит и от ваших знаний, от вашего умения адаптироваться. Как я уже сказал, первый семестр и первый год самые сложные, если вы через это пройдете, скорее всего, 90-95%, что вы диплом через несколько лет получите. Как я сказал, на первом курсе у студентов не должно быть времени, например, на работу. То есть полностью должен студент погрузиться в учебу, и кроме того, что учиться, надо на парах. Надо учиться также дома, в своей комнате, в общежитии, в съемной квартире, все равно в библиотеке. И учеба должна поглощать большинство вашего дня на первом курсе. Потом несколько легче. Надя спрашивает. Сколько лет в среднем надо для обучения языку до уровня C1 с нуля? С нуля, думаю, это два года. Да, в нашей школе польского языка есть специальный курс для подготовки на C1, но туда принимаются люди со знанием языка на уровне минимум B1 плюс B2. То есть целый год учатся к сдаче экзамена на C1, но уже для людей с определенным уровнем польского. Татьяна спрашивает. в 10% эту стипендию получает. Контактные данные в чате, конечно, уже пишу. Давайте я, наверное, переключу на слайд с контактами тоже. Вот, смотрите, если вы хотите поступать, здесь есть общий email admission at uniloss.pl, вам там ответят на все интересующие вопросы. Сейчас напишу тоже свой личный email. Если интересует школа польского языка для иностранцев, это SJPDC, Studium Języka Polskiego 20 ученцев, потому что это полное название школы. Все наши адреса находятся в этом домене, это uni.pl. Мои контакты уже пишу. Это мой email, miacislav.pakosh, как мое имя, фамилия у всех остальных сотрудников. Такие же email, имя, фамилия. Можете к нам в офис также позвонить, плюс 48, 42, 6, 3, 5, 4, 2, 3, 7. Но предупреждаю, что вам могут ответить на польском, на английском языком, потому что не все сотрудники знают русский, тоже не все сотрудники всегда доступны под телефоном, особенно сейчас, когда мы все еще преимущественно работаем из дому, и телефоны переключаются, но на польском, на английском вполне договоритесь под этим номером телефона. Еще она спрашивает, в Лодзе больше требуются гуманитарные или технические науки. И так, и так, Анна, смотрите, есть компании, которые у нас занимаются бизнес-процесс-аутсорсингом. Это финансовая сфера, это сфера языков. Есть компании, которые занимаются производством техники. Это у нас компании и Вирпул, и Индозит, и компьютеры Делл, то есть по-разному. Есть фабрики, которые занимаются, не знаю, есть у нас Биона, но парк. То есть, в принципе, сфера работы неограничена. Есть фармацевтические компании. Нету какого-то общего распределения на гуманитарные, технические. В принципе, и для таких, и для таких специалистов есть нужда. Тоже, в принципе, в Польше несколько последних лет рынок труда преобразился, поскольку начало прижать очень много иностранцев на работу. Это не только граждане Украины, это и граждане стран Европейского Союза, потому что не хватает рабочих рук. И даже в условиях карантина наше промышленное производство, оно растет. То есть, если в большинстве странах промышленность выходила в минус, то в Польше это плюс. Не было каких-то увольнений или большого выезда иностранцев, рынок труда довольно-таки развивается. Матвей спрашивает, Вайбер, Телеграм. Нет, к сожалению, пока нет. Мы планируем с мая только ввести WhatsApp. Можете еще нас найти в ВКонтакте, там общаются на русском, или наши сотрудники, или наши менторы, стажисты, там можете тоже на русском задавать вопросы. Я знаю, что ВКонтакт в Украине заблокирован, но через WPN можете тоже там смело попробовать. Я смотрю, у нас осталось только 15 человек. Может, кто-то еще хочет поговорить, включить микрофон. Хорошо, если нет... Нет, кто-то вводит текст. Если нет, то спасибо вам за участие, за то, что уделили свое время. Спасибо организаторам. Я вижу, что они здесь тоже находятся. И надеюсь, до следующих встреч. Звоните, пишите, если есть вопросы. Конечно, с радостью мы на них ответим. Пока.